Бизнес делается не в кабинетах, а на передовой, уверен вице-президент по региональным продажам компании Башнефть Дмитрий Панюков. Топ-менеджмент Умфимской компании прибыл в Самарскую область, чтобы на месте оценить работу сети собственных АЗС, которые были приобретены компанией в конце прошлого года. Любой руководитель в нашей компании, это прежде всего человек, который не находится в космосе, а он знает и живет жизнью обыкновенных людей. Я в отрасли на протяжении уже 15 лет, и когда-то я работал на АЗС. Если бы у меня было свободное время, то есть если я мог бы себе позволить, сходя из своего рабочего графика, я бы чаще был на АЗС. Но так получается, бизнес так устроен, что я не могу себе это часто позволить. Хотя в этом нет ничего плохого, это наоборот, чем чаще я бываю на станциях, тем лучше для меня и для компании. Произвести качественный бензин – это полдела. Важно, чтобы топливо в неизменном виде попадало в двигатель. Для этого в Самарской области работает мобильная лаборатория, которая курсирует между АЗС и отбирает пробы на анализ схем состава. Но главный контролер при этом – это, конечно, автовладельцы. Я заправляюсь только на башнефти, в последнее время особенно. Не знаю, все, я довольна. Приобретение сети АЗС в прошлом году – это только первый шаг компании по экспансии в Самарскую область. Башнефть собирается обосноваться здесь серьезно надолго, доведя в перспективе количество АЗС до 60. Не прийти в Самарскую область мы не могли, так как это стратегический регион и от города Самары до наших заводов менее 500 километров. То есть, безусловно, это наш стратегический приоритет номер один. И то количество АЗС, которое мы сейчас здесь имеем, это не конечная наша цель. Наша цель гораздо больше. Мы хотим предложить качественный продукт людям, и они этого ждут, я это вижу собственными глазами. А то, что касается на уровне чего мы будем конкурировать, то это качество, качество, еще раз качество. Это качество нефтепродуктов, это качество сервиса, это качество визуальных стандартов. Наталья Быкова, Андрей Тишин, Максим Юрисов. Специально для 63.ру.